Гутерреш не будет принимать решения, которые несут потом за собой ответственность, потому что фейками на Западе в таком случае будут называться любая информация, которая не соответствует официальным органам власти западных стран. Собственно, вот так оно и, скорее всего, и планируется. Что касается сегодняшней темы, у нас сейчас еще будет подготовлен для вас эксклюзивный ролик, наверное, чтобы разрядить нашу обстановку в таком плане. Что касается темы по поводу суверенитета нашей страны, ну, конечно же, его сейчас на данный момент нет. Нет, потому что есть влияние западных платформ, которые у нас существуют, есть огромное количество людей, которые на них до сих пор присутствуют, потому что, ну, вот сегодня мы сказали про YouTube, просто скажем, как это работает в нашем случае. Да, мы тоже имели свой канал там, публиковали информацию, не только, скажем, для наших пользователей, а даже в большей степени для западной аудитории. Публиковали наши разговоры с разными политиками. И когда у нас был разговор с нынешним министром обороны Великобритании, и он нам признался, что да, действительно, они планировали ядерный статус Украины, то, что они действительно снабжают Украину таким образом, что у них не хватает своего оружия. И выдал эти данные, и мы их потом опубликовали, то сразу же пошло письмо на YouTube от имени министра обороны, подписанное им, собственно, с таким текстом, что прошу заблокировать аккаунт вот этих ребят, потому что это наносит угрозу национальной безопасности. В данном случае угрозу наносил конкретно Ом, потому что, собственно, это были его прямые слова. И наш канал удалился без каких-либо причин, без объяснений. Ну а куда там дальше писать? Некуда, только на деревню дедушки, наверное, собственно. И в этом, конечно же, мы уязвимы, потому что наши каналы на YouTube, многих блогеров, они блокируются, а какого-то воздействия на эту платформу у нас нет. И вот сейчас вы упоминали о том, что у нас есть закон, который может вводить санкции в отношении тех платформ, которые как раз дискриминируют наши СМИ, наших пользователей. Ну, что касается Twitter, там скорость была снижена, насколько я понимаю, да, а что касается YouTube, ничего подобного нет. Ну, это вот тоже, соответственно, вопрос. А закон до сих пор, насколько я знаю, действует у нас, да, в стране. Это риск, конечно. Можно я сразу просто откомментирую? Честно говоря, мне кажется, что о немножко разных вещах мы говорим. Цифровой суверенитет и цифровой банкет – это не одно и то же. Цифровой суверенитет означает, что у государства есть право на то, чтобы самим определять, как им жить. И в этом смысле то, что ваш канал или каналы многих других коллег удаляют из YouTube, никоим образом не отменяет наличие в России своего цифрового суверенитета. А что касается закона, и он действует, и другие акты действуют. Но решение о блокировке YouTube – это решение, которое должно быть принято, исходя из очень многого числа факторов. И всегда при принятии жестких решений нужно думать о том, как это скажется на пользователях. Для нас самое главное все-таки это люди. Поэтому я же не случайно говорил о том, что и согласился, причем коллеги предлагали, что давайте мы на площадке Госдумы эту тему подробнее еще обсудим. Но до тех пор, пока мы, говорю мы не от лица государственной думы или депутатов, а мы, как Россия, не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно. А основание для блокировки у него выше крыши уже на 10 пожизненных сроков вперед. В таком случае мы перешли после всех этих блокировок на наши отечественные платформы. Естественно, они пока не соответствуют тем требованиям, которые есть от наших пользователей. Но, наверное, наша точка зрения, когда нам постоянно задают наши подписчики, что же нужно сделать, мы всегда говорим, что нужны четкие планы, закрепленные на государственном уровне, исчисляемые цифрами и сроками, за которые, соответственно, от тех, кто... И ответственными еще. И ответственными, конечно же. И если это не выполняется, то, соответственно, последуют даже дальнейшие санкции. Но эти цифры и эти сроки, они должны все-таки как-то коллегиально профессионалами области обсуждаться, соответственно, чтобы потом их дальше закреплять. Ну а рисков, конечно же, много, собственно. Один из них – защита персональных данных, которые у нас тоже присутствуют. Помним прекрасно один сервис, в котором все-таки была утечка, который... Потом этими утечками пользуются, соответственно, наши недоброжелатели. Потом из-за этого, получая эти данные, адреса и так далее, место передвижения, пользуются террористы, уничтожая, а сервис получает штраф в 50 тысяч рублей. Собственно, это одна из тех проблем, которые есть. Потому что санкция за раскрытие персональных данных, она сейчас, я считаю, несоизмерима тому последствию, которое может наступить. Это, конечно же, мы все прекрасно помним такую компанию, как Cambridge Analytica, которая потом может также использовать эти данные на выборах или как-то еще их использовать, в общем, недолжным образом. Вот, собственно, это один из рисков. Ну и риски-фейки. Понятное дело, что у нас есть законодательство, которое сейчас работает. Но есть такой риск, который сложно, наверное, сейчас перебить. Это ложь наших недоброжелателей, выдающаяся за чистую монету. Ну, вот про этот случай, как раз, наверное, наша деятельность, я не могу сказать, что она стопроцентно там идеальная, да, она своеобразная. Но, тем не менее, с теми людьми, которые врут, мы поступаем должным образом. И сегодня как раз мы хотим представить один такой ролик. Это ролик с одним человеком, бывшим, даже несколькими, бывшим финансистом, который работал в России, возглавлял фонд Hermitage Capital, Уильям Браудер и его, собственно, команда, которая повелась на разговор от имени бывшего президента Петра Порошенко, президента Украины. И мы послушаем, как раз у нас же экономический форум, все-таки. Поэтому послушаем, что думают эти люди о санкциях. Но есть еще одна область, на которую я могу повлиять, которую я считаю действительно важной. Речь о резервах Российского Центрального Банка на 350 миллиардов долларов, которые заморожены по всему миру. Сразу после начала войны они, США и ЕС, Канада и другие страны заморозили резервы Центрального Банка России. Очень важно пробить брешь в ближайшем окружении Путина. Думаю, именно так мы сможем разрушить их единство. Это мое мнение. Мой опыт показывает, что олигархи не являются политическими игроками в России. В действительности они своего рода помощники. Знаете, они просто вольно или невольно помогают Владимиру Путина. Но, возможно, у других коллег есть особое мнение. Я думаю, что по-прежнему важно работать с любыми людьми, имеющими хоть какое-то финансовое влияние в России. У этих людей должен быть какой-то выход, чтобы они могли перейти на другую сторону. Сейчас они зажаты с обеих сторон, как в сэндвичи. Я общаюсь со многими из них. Билл прав. Политическое влияние сейчас практически равно нулю. Прямое политическое влияние. Единственный способ, как они могут помочь, это своими деньгами, поддержав что-то конфиденциальное. Так что здесь должна быть какая-то игра. Вроде бы они помогают Украине, но при этом все время держат дверь приоткрытой. Так что для меня конфискация этих денег — это не вопрос о том, сколько денег кто-то получит. Это вопрос о том, кто станет четким сигналом о том, что назад пути нет. Что тогда делать с такими людьми, как Фридман и Абрамович? Послушайте, я общаюсь практически со всей первой десяткой, за исключением Абрамовича. И все они похожи. Я не встречал никого, кто сейчас доволен этой войной Путином и тем, что происходит в России. Они говорят, что дело не в деньгах. По их словам, это дело всей их жизни. Что я могу сделать? Я могу продать бизнес кому-то из Индии, например, за какую-то сумму. Это не вопрос денег. Они как дети в каком-то смысле. Готовы ли они финансировать украинскую сторону? Абсолютно. Да. Они готовы дать. Я бы сказал, что если кто-то предложит им отказаться от 50% всего, что у них есть в пользу финансирования Украины и тем самым освободиться от санкций, я думаю, что большинство из них такое предложение примут. Какова позиция правительства Великобритании? Что по поводу премьер-министра Сунака? Он не очень хорошо знаком со всей этой территорией. В этом вопросе он не очень хорошо знаком со всем этим конфликтом. Его как бы впихнули в эту роль. Знаете, Борис Джонсон действовал гораздо более напористо по всем вопросам, которые важны для нас. Я полагаю, что он, скорее дело, то, что ему говорят его чиновники. Я не думаю, что у него есть свое мнение. В Великобритании мы встречались с правительством, и они очень осторожны, опять же. Они придерживаются такого мнения, что если мы вот это сделаем, то что будет дальше? Что будут делать другие страны? Отвернутся ли все от нас? Перестанут ли все хранить свои деньги в наших валютах? Знаете, вот этот Джейк Селливан, он предельно осторожен. Знаете, он не хочет, чтобы его обвинили в развязывании войны с Россией. И поэтому на каждом шагу пути он всегда говорил, никакой эскалации, никакой эскалации, никакой эскалации. Вот почему вооружения поставлялись как будто в замедленной съемке. Позвольте в конце включить гимн Украины. Я прошу вас, если это возможно, приложить вашу руку к сердцу. Вот почему-то он не за сердце схватился. Полную версию смотрите в наших социальных сетях, там 20 минут разговора по экономическим темам и еще продолжение. И по санкционным как раз тому самому акту Магнитского, который они продвигают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Общ型 Nasıl Большое солнце ДимаTorzok